Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и, пожалуй, этим видео я начну гайды по кланам в игре Норсгард. Начну с клана Вепря, потому что он был последним, который появился на данный момент. Я думаю, будут еще кланы появляться в игре. Ну и я более-менее с ним разобрался в последних играх. Он заточен на научную победу и вот в течение этой партии... Игра у меня сейчас тут командная, 2 на 2, но на самом деле абсолютно не важно, в какую конкретно вы будете играть партию, всегда начало одинаковое. Ну и вообще развитие за этот клан одинаковое. Строим сразу скаутов, дом и лесоруба. Кто-то может мне сказать, чувак, за клан Вепря вообще-то каждая новая территория будет давать именно то самое жилье. Но в любом случае один дом вам все равно понадобится построить когда-либо. Почему бы это не сделать в самом начале? Тем более, что вам не придется потом отвлекаться в дальнейшем на строительство домов, скорее всего. Ну и сразу начинаем исследовать территорию и даже можно начать с одним жителем добывать лес. Клан Вепря хорош тем, что он требует очень мало дерева. Когда вы откроете предание «Простая жизнь», то ваши строения будут требовать на 50% меньше дерева. И за счет этого, благодаря этому вам потребуется всего лишь одна избушка лесорубов, в то время как другим кланам обычно требуются две избушки. И вам все равно будет хватать этого дерева. Это здорово на самом деле, очень удобно. Сейчас мы ищем следующую территорию для заселения. Напоминаю, у каждого клана в любом случае рядом с его территорией есть две территории, которые не защищены волками. Вот я их уже нашел. Одна с руинами и одна с рыбой. Я начну с колонизации той территории, которая без еды. Потому что тут я планирую построить сразу учебный лагерь. Так как это территория без еды. То есть я вам рекомендую территорию с едой оставлять на чуть позже. Так, у меня сейчас минус пошел по идее. Я, пожалуй, отменю строительство лагеря. Пока погодю слегка. Продолжу исследование. Но, в принципе, здесь уже можно... Вот этого скаута, наверное, я сейчас отправлю домой. Сейчас вот эти две территории исследую и отправлю домой. Пока ждем. Мне не надо сейчас сильно много еды для того, чтобы вторую территорию заселить. Пока это все нормально. Я вот думаю, что стоит исследовать эти руины. Не оставлять моему напарнику. Потому что он играет за волков. Ему наука не так критична, как мне. Я надеюсь победить науку. Ага, видите, тут уже конец карты. То есть мне вот эту территорию надо исследовать. Она стратегически важна. Строю учебный лагерь. Потом я буду строить... Потом я буду строить... Как она называется-то? Забываю. Пристань Дракаров. Пристань буду строить. Идея в том, чтобы иметь деньги. И за счет этого своих раненых жителей превращать в воинов и убивать их об чудовища. Там об волков, об драугров. И нам не нужно будет строить хижину лекарей. Опять же, вы мне можете сказать, что хижина лекарей для вепря уникальное здание. Там их шаманы дают науку. Но по моему мнению, эта хижина так себе. Потому что лекарей никогда не лечат, дают просто по одной науке. Но это очень мало в данной игре. И на самом деле, я хижину лекарей зашал. Я даже не буду брать вот это травничество здесь. Вот из всех преданий уникальных я как раз травничество не буду брать. Все остальное возьму. Но я чуть позже расскажу, по какому пути исследования мы пойдем. Я съеду территорию, следую и верну скаута жителям. Чтобы он добывал еду. В принципе, пока мы не откроем простую жизнь, нам дерево еще нужно серьезно. Пока, видите, я никаких воинов не делаю. Этот у меня лагерь на будущее стоит. Так, получил. И беру первое движение за клан вепря идет по нижней ветке. То есть вы берете обмен, простая жизнь, ручной труд и осмос. Все уникальное для вепря в нижней ветке вы берете. Это очень классная штука. Все предания здесь очень классные. Поэтому выбор очень простой. Тут никаких других особых вариантов нет. Так, он уже побежал. Волк, сейчас мы его убьем. Вот смотрите, вот сейчас у меня будет один раненый житель. Не стесняемся денег. Не стесняемся того, что это требует денег. Берем, делаем его воином. И радостно идем убить. Ну, то есть я думаю, что он этого волка завалит как раз. Еще, наверное, надеюсь, он сможет его завалить. Но потом мы в любом случае этим воином пойдем на остальных волков, чтобы они его убили. А хотя может и не завалит. Но смысл в том, что вам не надо раненых юнитов беречь сейчас и лечить. Да, завалит, завалит. Но тем не менее идем. Потому что они потребляют еду, а дают очень мало производства. На 20% меньше производства. Все, он умер. Вместо них появится новый житель. Они потребляют счастье, они потребляют еду. Нафиг надо. Так, сразу сажаем ребят в драккары, отправляем в поход. Против нас играют, кстати, тоже вепрь и ворон. То есть нам надо будет в любом случае строить на побережье башни. Причем я вижу, у меня тут прилично побережье есть. Это очень неплохо. Вот теперь можно колонизировать вторую область. И здесь строить здание на еду и, собственно, склад. То есть вы колонизируете вторым область с едой. Там строите здание на еду. То есть у меня в данном случае это рыбы. Причем мне повезло, потому что рыбы мне будут давать еще счастье, когда я осмос открою. Но если у вас будет там олени или пшеница, поля, то все равно их... О, я еще и получил славу дополнительно. Да, с этой стороны ко мне уже никто и не подойдет. Так, надо сказать... Да, проблема в том, что только у меня вот это все, что мне колонизировать можно. Откажу своему партнеру, что это моя территория. Этот обзор выходит при поддержке глобальной космической браузерной стратегии consolewar.ru. Несмотря на то, что партии там длятся месяцами, к любой из них вы можете присоединиться в любой момент. И совершенно спокойно развиваться на уровне со старыми игроками. Загляните на сайт consolewar.ru Так, значит, построили здесь рыбок. Еще раз повторю. Вторым вы колонизируете территорию с едой, строите там здание на еду и потом склад. То есть сейчас я жду, когда... Ну, в принципе, можно подождать, конечно, когда простая жизнь откроется. Вот у меня мой партнер говорит, что у него нету побережья, с которого на него сможет рейвен нападать, то есть ворон. Но зато у меня есть. Знаете, я не буду... Или подождать открытие, все-таки дерево сэкономить с другой стороны. Мне сейчас еда особо не нужна. Ладно, подождем открытие технологии. И я даже могу возвращать своего скаута уже обратно. Я ему пишу, что у меня дофига побережья. Побережье. Дальше нам надо будет колонизировать какую-нибудь именно с побережьем территорию, потому что нужен будет еще один... Еще одна пристань. Но сначала, как я и говорил, строим склад. Интересно играть за веприя, в том плане, что тут не особо на еду можно беспокоиться по поводу еды. В начале, когда я в этот клан появился, у меня постоянно как бы этой еды не хватало, потому что я не понимал, как за него играть. Сейчас можно расслабиться и просто получать удовольствие, понимая, как за веприя играется. У него куча неработающих селян будет на самом деле. И вот тут ручной труд офигительно работает. Это следующая теха, которую мы берем, я называю это техами, предание. Так, вон у меня два волка побежало. Сейчас надо будет их разбираться с ними. Я рекомендую, как только вот прибежали эти ребята, да, вот видите, у меня два раненых человека. Не... Не жалейте золота. Сразу раненых делайте войнами. Вместо них ставьте так, знаете, я вот думаю, какой мне лучше, эту или эту. Я бы лучше эту территорию колонизировал в начале, следующую, потому что здесь есть руины и здесь есть камень с преданиями. Буду атаковать менее раненым в начале, что не факт, что... Даже, видите, я зимой это делаю, пускай, я не волнуюсь, что тут у меня штраф к силе. Хотя, может быть, и стоило подожаривать. Я боюсь, что этого волка не убью сейчас этим. Ну, придется сделать все-таки одного здорового, потому что этого волка надо добить. Еще раз повторю, не жалейте денег здесь. Ну, вот мой напарник говорит, что у нас есть железо для того, чтобы победить, но на самом деле мне железо и не надо. Я вам даже покажу, почему. Кстати, скауты зимой лучший вариант. Лучше зимой именно исследовать территорию, потому что ваши селяне... Ну, естественно, если у вас есть вот селяне, которые не заняты ни в какой... Ни на какой работе, потому что они зимой меньше добывают еды. Соответственно, когда вы их делаете скаутом, вы меньше теряете еды. Таким образом. Так, ну вот тут, пожалуй, надо сразу двоих сделать. Я хочу очистить эту территорию, чтобы на меня волки не нападали. Вон там синий прибежал исследовать, но... Вряд ли... Они смогут скоро напасть, очистив этих... Валькирий. Я убью этих двух волков, а потом мне надо будет как-то самоубиться этими. Я даже, наверное, этих двух убью. Так, строим... Второй... Вторую пристань. Ну, он уже со мной деревом торгует. Мне вот эта территория нужна будет, потому что там рыба, а рыба мне будет давать счастье. Так, и сейчас я убиваюсь просто, опять же повторю. Ну, я убиваю этот юнит. Ну, он побежал волк на эту территорию нападать. Дальше берем ручной труд. То есть идем по нижней ветке. Знаете, я даже сейчас возьму двух воинов, опять сделаю, убью этого волка и попытаюсь эту территорию зачистить. Тут я не смогу это сделать, но очень желательно уменьшить здесь количество волков. Хотя, знаете, я пойду вот лучше здесь. Два волка меньше сделаю. Так, этого возвращаем обратно. Че нет? Сажаем. Нам важно как можно быстрее открывать техи. Еда здесь не настолько важна, как наука. Именно для этого мы построили два... Два... Две пристани. Тут я не зачищаю, потому что здесь логово волков, они будут постоянно заново появляться. Так, ну и давайте убьемся об медведя. Дальше нам нужно апгрейдить центр. Для этого нам нужен камень. Он вот здесь. То есть нам надо 120 еды набрать. Нужен камень. И, соответственно, апгрейдим мы для того... Это практически единственное здание, которое у нас будет проапгрейджен. Еще можно апгрейдить... Апгрейдить башни. Но для вепря все остальные здания апгрейдить не имеет смысла. У них есть хороший вот этот бонус. Не улучшенные здания дают плюс 15% к производству. Да, улучшенные все равно будут давать больше. Но мы, камень, будем тратить на другое. Опять же, дальше я покажу на что. Но ратуши нам надо проапгрейдить для того, чтобы мы могли построить алтарь канунгов. Это важное здание для вепря. Сейчас вот можно, кстати, перекинуть наших лесорубов даже на добычу еды. Потому что нам надо вот эту территорию к себе присоединить. Соответственно, нам надо больше еды добывать. Нам надо 120 еды для присоединения этого здания. Этой территории. И следующее. То есть после... После... После постройки второго... Так, берем осмос. Я уже получаю от него счастье от этой рыбы. Потом, я надеюсь, эту рыбу. После постройки второй пристани... Мы должны строить добычу камня. Запомнили, да? То есть строим скаутов, дом... Лагерь лесорубов. Учебный лагерь. Первую пристань. Потом на территории с едой здание для добычи еды склад. Потом вторую пристань и добычу камня. После добычи камня мы в первую очередь апгрейдим ратушу. Во вторую очередь строим алтарь. То есть нам надо быстро добыть 20... 20 камня. Так, сейчас я отправлю. Ну, тем более, что, видите, мне волк... Еще, в некотором смысле, повезло с напарником, что он волк. Ему выгодно этих убивать. А, сейчас драугры, кстати, нападут. Блин, я и забыл. Ну, тут мне надо сделать воинов для того, чтобы против драугры. Ну, сейчас он не появится, и тогда я сделаю воинов. Видите, я даже могу, за счет того, что я вейпер, на время не отправлять ребят на добычу леса. Мне его будет достать. Он, правда, со мной сейчас торгует, по-моему, да, торгует волк. Но мне всего два дерева дает. Так у меня было просто минус один, и я бы все равно мог не отправлять. То есть, я сейчас хочу еды немножко закупиться. Мне надо будет вот эту именно территорию добавить, потому что тут рыба, а рыба клану вепля дает счастье. О, вон уже появились драугры. Посылаем воинов. Лучше сразу вдвоем нападать. Так, ну и пойдем этих волков немножко побьем. Ну, аниме, точнее, побьют, скорее всего. Да ладно, напал волк. Не очень удачно. Придется еще одного отправить. Ну, опять же, сейчас мне еда не особо нужна. Мне нужно вот 10 камня. Апгрейдим ратушу. И дальше мне надо плюс одно придание. Значит, мы открыли нижнюю ветку. Дальше я возьму острые топоры. Пойду по верхней, но не полностью. Потому что мне надо будет еще взять ученость. Ну, волк даже пиры устраивает вовсю. Пока мне надо накопить на постройку алтаря. В принципе, вы знаете, я, наверное, даже сейчас зачищу полностью эту тюрьму. О, даже, может, я волка убью? Да, отлично. Я вот эту территорию колонизирую. Просто для того, чтобы волки не появлялись. Чисто для этого. То есть все, я тут себя обезопасил полностью. У меня ни с какой стороны никто на меня нападать не будет. Надо было эту территорию брать, но я подожду. Тут это не критично. Не критично, чтобы тут волки были. Это да. Он говорит, что его вон синий исследует. Надо убиться вот об валькирии. Дальше, опять же, беру рельеф местности. Потом я возьму ученость. Вообще, знаете, что я вот сейчас сглупил. Надо было сразу ученость брать. Вот сейчас уже брать ученость. Просто мне в некотором смысле повезло с территории, что не так вокруг меня много опасных существ. Мы с ними разобрались уже. И бояться особо... То есть на меня уже вообще никто напасть не может. Так, все, я могу строить алтарь. Мне надо было 150 дерева накопить. Он накоплен. Алтарь важен для вепря, потому что у него будет наследие, которое будет давать алталтаря вдвойне больше того, что обычно дает алтарь. Так, алтарь дает плюс 2 к еде, древесине, золоту, преданиям и плюс 50 к славе. А с тем... Вот тут волк пытается разобраться с... Так, давайте я меньше... Мне пока не надо дерева больше. Больше еды. Я хочу все-таки эту территорию к себе присоединить. Да, и вот еще неприятное событие. Вот это крысы. Из-за них все-таки придется лагерь шаманов построить, потому что... Хотя, с другой стороны, это, опять же, не дом шамана. Это не критично, потому что они... Пока у вас нету берсерка, то, в принципе, крысы, они, ну, троих ваших жителей сделают больными. Ну, окей, вы этих троих жителей сделаете воинами и отправите умереть. И все. Нормально вполне. Блин, хотелось бы знать, когда красный станет ярлом, ты бы исследовать, конечно. Ага, мы тут уже добыли весь камень. Камня маловато. Нам еще нужен камень. А у нас еще камень вот тут. То есть, не стесняйтесь сразу... Ага, у нас нету дерева. Ну, так, блин, я их не сделал жителями. Ну, у нас все, опять же, в два раза дешевле стоит. Видите, 25 дерева стоит рудник, а не 50, как другим кланом он был бы. Так что мы можем практически сразу выстроить. Камня надо добывать много. Мы будем строить мастерские мудреца. Но мы ждем открытия учености. Потому что, когда вы откроете ученость, камень мудреца станет... Стоит дешевле строительства. Поэтому без открытия учености камень мудреца не строите. Алтарь канунгов построен. Вон у меня синий тоже исследует полностью. Вообще, желательно, конечно, исследовать эту территорию и пойти там... Видеть передвижение... Юнитов соперника. Несомненно. А, так нашу птичку это, оказывается, запустил... Этот... Мой... Да, мой напарник. Отлично. Это еще здорово. Надеюсь, он красного откроет, и мы будем знать, сколько у него... Славы для того, чтобы подготовиться к нападению, если что. Так, колонизируем эту территорию. Получаем. Вот, открыли. У него славы 325. То есть, надо будет строить... Башни в ожидании нападения... В первую очередь, берем благословение Йорда. Не Бальдера, а Йорда. Потому что нам нужен камень, и благодаря этому мы берем берсерка. Не добывая, собственно... Железо. Так, можно построить... Можно построить вот... Для добычи еды здание. Это нормально. Здесь... Здесь... Они не помешают никогда. Но в первую очередь, еще раз напоминаю, вам надо камень добыть будет. Это важнее, чем еда за клан Вепря. В данном случае, еда это чисто для получения новых территорий, которые вам дают счастье и население. Только для этого. И не забывайте в тех... На тех территориях, где у вас здание с едой, ставить склады. Для Вепря они стоят недорого. Не 100 дерева, а всего 50. Поэтому... Склады за Вепря всегда приятно строить. Не надо тут сидеть, ждать каких-то... Какого-то дерева. Так, камень добывается. В принципе, уже... Можно так. Одного отправим парня. Этот камень. Обследовать. У нас, вы знаете, у нас маловато места для строительства военных лагерей. Вот что мне не нравится. Потому что нам военные лагеря... Нам хотя бы штуки 4 нужно. Как минимум 4. Один, конечно, у нас стоит. Но, видите, 2 населения. Вот здесь надо будет лагерь строить. Но нам еще и камни надо где-то строить. Вот в чем дело. Так, ну вот. Крысы пришли. Три больных. Да, слава богу, не Берсерк. Ну, давайте этих больных уберем с глаз, с долой, с сердца вон. Сейчас сразу рыбака поставим сразу. И кто третий? А. Ну, третьего не будем пока трогать. Давайте отправлю... Нет, этот волк моему напарнику нужен. Он их там выращивает, а потом на них еду добывает. Посмотрим, что по развитию. Ну, я синего опережаю по науке. Все, этих двоих убили. Этот немножко поболеет, но вернется вот сюда. Надо тут отменить поход, прервать поход. Вернется, мы его заменим на здорового. Так, пожалуй, вот эту территорию следующую колонизируем. Что тут у нас... Сколько? Три овцы. На будущее зарезать их всегда можно будет. Сюда, опять же, напоминаю, что овцы дают... Снижают потребление дерева зимой. Так, дальше мы берем рост населения. Не травничество, а именно рост населения. Потому что... Ну, я считаю, что это фиговое травничество штука. А вот, чтобы быстрее появлялись жители для клана Вепри, это очень важно. Так, последнее. Куда-сюда. Мой партнер радуется своему месту. Так, давайте теперь построим несколько лагерей и несколько камней. Вот видите, сейчас камень стоит 8 камня. До того, как мы взяли ученость, он стоил 15 камней, если помните. То есть, просто в два раза... Ну, чуть меньше, чем в два раза, но практически в два раза меньше. Строите разные лагеря. Вот, учебный лагерь у нас есть уже. Лагерь метателей топоров строим. И... Лагерь щитоносцев. Итак, для начала. Так, у ворона уже 423. Надо начинать строить... Вот этот нездоровый парень. Надо его в лагерь отправить. Сюда надо здорового. И отправить дальше... В поход. Надо начинать строить... Так, тут уже закончилось. 470... Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Он очень... Ну, это очень хитрое, конечно, действие ворона. Они всегда стараются... Стараются... Очень незаметно выйти... В 500 этих своих, чтобы быстро напасть на... На всех вокруг. Поэтому очень важно построить башни до того, как он в 500 выйдет. Но он поставил просто все свои... Так, и сразу строим еще и камень, чтобы его обрабатывать. Все свои гавани на добычу славы. Я очень надеюсь, что я успею... Построить... Все, сейчас будет нападение красного. Вопрос только на кого? На меня или на желтого? Я надеюсь... Я вот тут вроде как успеваю построить башню. Да, и, кстати, из своего... Ага, здесь успел. Все. Поселян лучше тогда с этой территории убирать. Да, не жмотитесь улучшать башни. Это вообще без проблем. Особенно если... У вас есть вероятность того, что на вас будет нападать... Ворон. Лучше башни улучшать. Так, пошло несчастье, поэтому я еще одну территорию колонизирую. Опять же, строим камни, отправляем туда ребят получать науку. Тут у меня, кстати, есть, да, тут есть. Тут еще тоже ставим башню. Ну, естественно, наследие. То есть теперь у меня уже алтарь канунгов двойной приход дает. Плюс я сейчас, видите, еще получил бонусы от благословения Йорда. У меня сейчас... Что там такое? Ага, красный уже нападает. Ну, давайте. А какие у него юниты? Войны. Вот эти лит... Ну, там красный и синий. Ну, там красный и синий. Ну, там изиний. Вообще, надо бы, конечно, исследовать территорию. Сейчас я двух скаутов сделаю. Так, лагерь есть. Тут еще имеет смысл... Да, имеет смысл улучшить лагерь скаутов. И, опять же, здесь поставить камень. То есть, ставьте как можно больше камней. Я сейчас немножко торможу с этим делом. Но это потому что я тормоз. Так, вот здесь еще имеет смысл лагерь поставить какой-нибудь. Не знаю, учебный лагерь. А вот эту территорию колонизировать. Это последняя территория, которую я могу колонизировать в этой игре. Сколько у меня будет? Десять областей. Ну, нормально, нормально. Не так уж и плохо. Ну, естественно, сейчас я пока не могу, потому что у меня минус, по идее, зимой. Но, в принципе... Так, лагерь скаутов... Лагерь скаутов я улучшил. Исследуем эту территорию. А, вы знаете что? Похоже, вот эту территорию синий колонизировал. Потому что просто так сюда валькирии не прибегают. Ага, красный там. И напали на моего союзника. Все, надо идти помогать. Щитоносец. Воин. Он отступил, надеюсь, да? Ага, и отправили к нему... Шесть из восьми. Надо бы мне еще, конечно. Ну, давайте пока скаутов... В кого мы сделаем? Вметателей топоров. Скаутов переведем. Берем кораблестроение и благословение Бальдура. Так, здесь я апну... Башни я даже апгрейжу не только для того, чтобы от ворона отбиваться, если что. Но и получаю славу за это. Ну, он... Видите, он все... Желтого... Мутузит. 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 опять же я пока не строю лекарей но их понадобится построить не строю что по-моему лучше поселян убивать делать войнами и отправлять на верную смерть но мне надо будет берсеркой полечить что в итоге надо будет все таки построить так что у нас тут с победой видите я уже синего опережаю по науке еще отправляем ребят так мне надо куда-то армию слить а желтый тут безобразничает ладно давайте тогда будем оберегать его спокойствие ну вообще раненых надо все-таки мне сливать он уже потерял берсерка нет раненых отправлю на встречу с валькириями потому что опять же повторю они потребляют еду сейчас мне я их все-таки много надел я что-то решил что ну как видите желтый там нагнул синего красным вообще-то не по он берут бегут воины красного я конечно могу сделать сейчас щиты но я просто хочу вам дальше показать как имеет он пишет они не думал что это побережье всегда ратуша находится на побережье акутере оружейника берем дальше я беру и то и другое и стратегии обороны шубы но в первую очередь вы берете то исходя из стиля игры то есть если вы отбиваетесь то конечно стратегия обороны чтобы увеличить защиту башен если вы планируете нападать то шубы то есть сначала ведь статьи обороны потом стратегию боя для этого мы строили разные лагеря а потом легендарных героев что если вы хотите получить что-то вклада на Пишу моему напарнику, что надо колонизировать области ближе к нашим соперникам, чтобы мы не имели штрафа при нападении на них. Потому что чем дальше по областям находится территория, тем больше штрафа вы имеете. Вон там красный юниты красного бегут. О, они даже восстановились. Блин, как-то по-английски это называется, когда имеешь штраф. Смотрите, они сейчас нападать на нас будут. Желтый как-то не очень, по-моему, понимает всю сложность ситуации. Он считает, что он там их офигительно мочит, я так понимаю. Так, надо бы мне армию сделать. Давайте два... Нет, давайте даже три воина. Остальное... Метатели топоров. А так, где-то это воин, щитоносец, летатель топоров. Да блин, что ты делаешь? Красный вообще уже решил нас выносить. Ну, они как-то очень самоуверенны, по-моему. Так, я возьму сейчас стратегию обороны, пожалуй, раз они нападают. Ворон хочет победу... Рэйвен хочет победу славой. Вот в чём дело. Так, у меня последняя тут территория осталась. Сколько она? 390 еды стоит. В принципе, я могу... Даже не могу, я должен убить овечек. У меня уже дофига... Дофига... Дерева. Вот, одну ещё оставим на всякий суд. Вон, как раз тут метель будет. Блин. Блин, 340. Я, конечно, лидирую, но... Ему осталось 300 очков до победы. отличный слив армии молодец желтый отличное предложение было пойти вперед у него очень слабая армия у желтого он вообще не улучшал судя по всему и и вот теперь можно построить я ну сейчас у них штраф за атаку так далеко от своей территории явно еды нету этика мы сделаем щитоносцев лучше мудрецов давно надо было мудрецов улучшить моя ошибка у них сейчас штраф за атаку сейчас прибегут мои мечники и им будет грустно очень бездарно желтый слил нашу армию я не думал что у него они настолько слабые честно говоря он их и видимо не проапгрейдил нифига он еще красный плывет а а а а а а а Проблема в том, что красному осталось буквально чуть-чуть до победы славой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, чуть не потерял берсерка. Так, надо все-таки построить лекарей. Надо построить лекарей, ну, например, здесь. Надо построить... О, еще надо исследовать вот этих камень. Не камень, в смысле, руины. Еще получу науку. Ничего, сейчас закончится еда, но и метель уже заканчивается. Я думаю, что проблемы явно у моего напарника с едой, это точно. Ну, минус две еды все равно. Это не очень хорошо. Так, ну, давайте заражим овечку. Дальше стратегию боя берем. Что? Куда он показывает? Только берсерка не потеряй, парень. Я тебя прошу. И я не потеряю берсерка. Не знаю, что они там стояли, а потом отступили. Я не очень понимаю это. Но... Красный намного ближе. Он просто... 1200 он получает, и все, ему достаточно... Ему достаточно построить просто алтарь канунгов, и на этом победа произойдет. Так, давайте камень еще один. Так, где мои юниты-то? Так, где мои юниты-то? Наши соперники тоже очень странно теряют юниты, конечно. Всех берсерков потеряли. Сейчас надо прибежать. Уже серьезной армией. Так, значит, надо... Этого надо... Камень сажать... Воин... 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 Щитоносец... Щитоносец... Кто у меня тут раненый... Ага, берсерк. Ну, давайте, давайте, давайте двух... Нет, надо двух мудрецов снять на метателей топоров. Все, у меня восемь из вас, но это мало. Это мало для армии, имейте в виду. Надо больше... Надо больше... Просто реально негде строить... Знаете, я даже апну... В итоге апну этих лекарей, чтобы быстрее лечились. И легендарные герои. Надо больше не пропустить... В итоге падает... Все, я знаю, что идет с ума хотя бы. Процедение техники. Высосец. Вдох. 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 Видите, как быстро разбирают с этой стратегией обороны башню Теперь каждого юнита по отдельности выцеливаем На фига, желтый отступает Зачем он обзывается на своего Нам надо, главное, территорию красного забирать в первую очередь Потому что он идет на победу с лавой, соответственно, у него надо ее забирать Субтитры делал DimaTorzok Ну, ворон, да, немножко странновато, по-моему Действовал Так, все, тут все исследовано Так, щитоносцев два сделаем и два метателя топоров Ну, свалю пока, окей Ты меня прогнал, хорошо Тих двух пускай лечит берсерка Ну, все, голубой сдался Но красный все еще может победить Поэтому не сдаемся Я тоже недалеко от победы наукой Мне две Осталось Две технологии До победы Ну, я бы взял, наверное, опять шубы Все-таки Надо территорию красного исследовать Хотя сейчас уже Я все-таки вам сдался В общем, вот такая стратегия Как вы видите, я уже был недалеко от От победы наукой Но красный очень старался победить славой Я считаю, что это ошибка была Лучше бы он, конечно, атаковал То есть шел в науку и атаковал Больше С побережья Они нас очень сильно давили Но вот за вепря Такая стратегия развития Спасибо, что смотрели Если есть какие-то поправки Жду в комментариях Всем пока Спасибо, что досмотрели до конца Я Алексей Халецкий Тот, кто сделал это видео Пользуясь случаем Хочу попросить вас поставить лайк Оставить комментарий И поделиться этим видео Со своими друзьями Или в социальных сетях А также посмотреть другие мои видео Ссылки на которые вы видите сейчас На своем экране Играйте в умные игры И всем пока